Вот таких ливневок с известным содержанием и ожидаемым зловонием в Сочи еще немало. Известно и то, куда все это стекает. В Адлежском районе виновниками такой картины являются 3700 домовладений, все еще не подключенных к центральной системе канализования. С большей частью собственников этих домов члены комиссии уже знакомы. Сотрудники районной администрации, Росприрод и Роспотребнадзора, Водоканала и Водостока в рейды по улицам района выходят с февраля этого года. Подобные группы в городе созданы в рамках постановления главы Сочи Анатолия Пахомова. Их главная задача – выявлять собственников, загрязняющих окружающую среду, сливающих бытовые и фекальные воды на рельеф почвы и в систему ливнеотведения. Кропотливая и усердная работа, отмечают специалисты, приносит свои результаты. Многие жители, к примеру, нижней части района Голубые Дали уже заключили договоры на вывоз жидких бытовых отходов, начинают подключаться и к заветной центральной канализации. Вот сейчас июнь месяца еще раз собрание делаем, посчитаем, сколько это смертная стоимость, собираем деньги и начинаем. Где-то конец сентября, начало октября уже полностью будет у них канализование. Меньше запаха, чистое море будет. Облагородила канавы вдоль своего дома на Цитрусовой и Людмила Кобыс. Правда, до этого на нее составляли административный протокол за нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки. Мы решили, что будет красиво, если как-то облагородить улицу и закрыть вот это вот безобразие. Театр начинается с вешалки, а дом с ворот, скажем так. Когда вокруг дома красиво и хочется в этот дом заходить. Здесь находится порядка 160 домов. Мы их уже обходили не один раз. И подвижки видны, потому что некоторые люди в начале улицы Герцена и часть Киевской подключились к центральной канализации вагонного депо своими силами. Часть людей установили локальные частные сооружения. До людей все-таки доходит потихонечку, что нужно себя начать. Пока все не устранится и наше море не будет чисто, нам не будем продолжать работать в том же направлении. Подключиться по внутренним сетям к системе централизованного водоотведения – это необходимость. Море нужно беречь, а поэтому отключение воды отмечают в мэрии – мера вынужденная. Акватория Черного моря предназначена для оздоровления, а нынешнее положение дел наносит непоправимый удар, в том числе и по престижу курорта. Техусловия, напоминают собственникам, в водоканале выдают бесплатно.